Девушки отдыхают Мы хотим представить вам Один образовательный презентацию Одного издания Которое готовится Не слышно? Да, да Книга Сейчас я все расскажу Книга практически готова к изданию Но не издана Но нам показалось, что очень важно Сделать сейчас Эту презентацию Потому что Потому что на чтениях не было зафиксировано Что в 2012 году Почти год назад Погиб один из учеников И последователей Георгия Петровича Семен Сергей Андреевич И в память о нем как раз Ученики и коллеги Я, Виктория Исаковна Щитова С которым мы вместе работали И Сергей Андреевичем на кафедре дизайна Роман Баюр Студент Его выпускницы Юлия Макроусова И Галина Алексеевна Которая является инициатором Создания этой рабочей группы И Суддале Собрали вот эти архивные материалы Для того, чтобы подготовить их к публикации В 1979 году Сергей Андреевич включился В методологическое движение На фотографии вы видите Известных и неизвестных себе Слева сверху Сергей Андреевич Справа Владимир Африканович Никитин Всем вам известный Внизу слева Александр Прокофьевич Зинченко И Севолод Аксинтьев Справа внизу Все это было снято Эта фотография была подготовлена К 50-летию Георгия Петровича И подарена в оригинальной дизайнерской рамке Поэтому Все можно увидеть Сколько лет прошло этих фотографий И В составе этой рабочей группы Киевской группы Сергей Андреевич приехал в Тольятти И создавать новое учебное заведение И В рамках образовательного общего проекта Две темы, которые Волновали Сергея Андреевича Это Коммуникация и образование Здесь вы видите выдержку Вся презентация будет построена В основном из выдержки Из выдержек Из его книги Его схем И Здесь вы видите Как бы основание То, что привозил Сергей Андреевич Это слова Вилья Вистроса Который говорил Что 21 век Будет веком коммуникации Либо его совсем не будет Вы сейчас видите Каждый день Можете встречать Проблемы коммуникации С которыми мы сталкиваемся Каждый день И В этом смысле Мы можем с вами понять Насколько действительно важна эта тема И сегодня целый день Это обсуждалось В этом смысле Сергей Андреевич Для него Вот эта социальная коммуникация Выражалась В том Что она оказывает Тотальное влияние на нас И Механизмы Нашей оценки И принятия наших решений И в этом смысле Очень важно Что когда Все очень важное Что на самом деле Включаться в коммуникацию Это Выйти за пределы Собственных каких-то знаний Собственного осознания Предоставить свои ресурсы Навстречу еще кому-нибудь Потому что Именно коммуникация Дает возможность Решать задачи Которые нельзя Решить Ну индивидуальным способом Вот здесь высказывание Как бы тоже опять же Сергей Андреевич Когда писал эту книгу Эти тексты Текст очень визуальный И очень коммуникативный Что очень сложно На самом деле В создании текста Создать такой Коммуникативный текст Да здесь Я ставлю себе цель Это было сказано На ульяновских совещаниях Разработать концепцию В каком смысле Я должен скажем Написать текст Чтобы он обсуждался А не для того Чтобы кто-то этим текстом Вытирал очки Этих концепций Должно быть несколько Но не нужно надевать На себя картины мира Учебными предметами Напяливать Надевать И продуцировать А наоборот Надо организовать Обсуждение С самими учащимися А именно Создать коммуникацию В этом смысле Именно на ульяновских Совещаниях По Эпистонологии Были приняты Задачи Когда необходимо Было обеспечить Подготовку людей К ситуациям Когда Осуществить В неподготовленных Ситуациях Осуществлять Решение Принятие решений В неподготовленных Ситуациях И в этом смысле Передать Определенные Интеллектуальные Способности Важно было То есть Не обеспечить Коммуникацию Самому Или В каком Своем Профессиональном Сообществе А обеспечить Коммуникационную Подготовку Людям В виде Технологии Потому что Проблемы Существовало Две С одной стороны С одной стороны Создать Подготавливать Людей К ситуациям Которые Неопределенные А с другой стороны Иметь Вот этот Ресурс Коммуникации Как тот Который Позволяет Реагировать И Пользоваться Дополнительным Ресурсом В ситуации Этой Неопределенности В этом смысле В ТАУ Как раз Эта идея Самоучебное Заведение Оно позволяло Реализовать В полной Мере Этот подход Сергею Андреевичу В рамках Вот этой команды Достался Факультет Дизайна В журнале Атриум Который выпускался В Тольятинской Академии Управления Зафиксированы Результаты Того Что получилось И Здесь Задачей Была Образовательного Проекта Создать Такие Условия Такие Ситуации В которых Могли Бы Включаться Люди И включаться Студенты Для того Чтобы они Не могли По-другому Вести себя Как не Начать Коммуницировать Между собой В этом Смысле Это и есть Первое Дает Самообразование А второе Как раз Образование И здесь На самом деле Была ситуация Какая Мы все Оказали Ситуация Вы уже 150 раз Слышали О том Что такое Тольятинская Академия Управления Это Учебное Заведение Которое Находится В лесу 30 километрах От города Город В общем Выпускать Этих Специалистов На тот момент Абсолютно Новых Для страны И У Сергея Андреевича Было Такое Предположение Что Ну как бы И в этом смысле Он работал С этим У него Получился Такой Проект Создать Образовательный Узел То есть Для того Чтобы создать Коммуникацию И вот эти Вот условия Для того Чтобы она Могла Проистекать То Он считал Что необходимо Сделать Это Автономное Вот это Пространство В котором Люди Начинают Как бы Вариться Друг с Другом И за Счет Этого Расти И если Таких Узлов Было бы Несколько В образовательном Процессе В образовательном Заведении Расти В рамках Коммуникации И в освоении Как раз Технологии Коммуникации В этом смысле Эта модель Она Саморегулирующаяся И открытая Потому что Человек Если принимает Эту ситуацию В которой Он Понимает Как вести себя И Готовность К коммуникации Он постоянно Как бы Может это Тренировать В разных Абсолютных Условиях Описанный В том же Рунале Атриум Вот этот Коммуникационный Локальный Коммуникационный Модуль Учебной среды На примере Учебного плана Дизайна Как раз Дает возможность Понять не только Какие там Дисциплины Ну и все такое А как раз Какие требования И какие Какие способности Должен воспитываться Вот у специалиста Который потом В своей практике Может работать В этих Неопределенных Условиях И все время Выстраивать коммуникацию И расти за счет этого И образовывать других Это Не обязательно Этот дизайнер должен быть Это должна быть Сенситивность Креативность И прозрачность Понятие есть Что это собой представляет В этом смысле Вот этот образовательный проект Был реализован Опытным путем И путем эксперимента И вот эти все итоги Как раз и были Зафиксированы В книге В тексте Который называется Время коммуникации То что будет выпускаться Пока это есть Первая и вторая часть Поскольку первая часть Посвящена Социальной коммуникации Вторая часть Посвящена Межчеловеческой Коммуникации Предполагается Что должна быть Третья часть Об этом скажу позже И здесь Представлена основная часть Вот то что вошло Как раз в эти тексты Первая и вторая часть Несколько Вот этих докладов Текст из Атриума Артедзен Коммуникации В рамках Коммуникационного Менеджмента И стенограммы Выступления На семинаре Полилогос И в приложении Есть практикоориентированный Курс По социальной коммуникации И предполагалось Что наверное На основе него Должна быть Третья часть Теоретическая Но пока Которой нету Здесь рассматриваются Вот в первой части Социальная коммуникация Различные аспекты Коммуникации Околокоммуникации Плюс коммуникации И так далее Отличительный текст То что Отличительный текст Попытка в самом тексте Технологизировать Те процессы и действия Которые на самом деле Очень тяжело Технологизировать В процессе коммуникации И превратить Как бы вот этот текст И показать действующие модели На основании которых Можно было бы Этому обучиться Здесь получился На самом деле Учебник очень хороший По которому видно Как это все работает Ну здесь тоже Есть разные определения Это все можно потом посмотреть В презентации Я не буду на этом Здесь Очень важно Как бы вот эти вот Разделы в схемах Сергей Андреевич Как бы рисовал Такие идиограммы Которые Показывают В этом смысле Это не схемы Поскольку они показывают Поле действия коммуникации Позиции участников коммуникации И того что происходит с ними В каждом разделе Каждый раздел Первое вы видели Второе Взаимный тематический охват Смысловое наполнение коммуникации Ментальное ядро коммуникации Настройка интерфейса для коммуникации И в этом смысле Если мы просмотрим быстро Мы увидим Как работают эти модели Которые последовательно Показывают разворачивание Вот этой самой коммуникации Вот то что я говорила Практика ориентированной курс Это третья часть На основе которой Мы ждем еще из архива Что возможно Достанутся нам еще материалы Чтобы увидеть Третий раздел коммуникации Спасибо Что хотел сказать Кроме того Что эти тексты сложились Есть еще такое продолжение Быстро очень Которое сидит на людях И на выпускниках Сергея Андреевича И они Когда Они готовили для него Проект Семинизм Назывался Где Различные фразы Визуализировали Савтра я буду здесь вышивать Вышивать это Журчать Писать что-то на доске И махать руками Бомбите аудиторию Не нарушая сна Все Всем спасибо Хотелось только сказать Если какие-то есть пожелания Или какие-то у вас есть материалы Которые еще можно Успеть вложить В эту книгу То будем очень рады Если вы нам их Можете представить Спасибо большое Спасибо большое Я не знаю Итак Добрый вечер Мой доклад Будет посвящен Сравнению Идеи коммуникации В работе Георгия Петровича Дровицкого И наработок Объединяемых В междисциплинарную Англоязычную Область Которая называется Обычно Communication Studies Или Communication Sciences Ну Я буду обсуждать Скорее Studies То есть Область более рыхлой И в общем-то Не претендующую На Соответствие Нормам Такой Научного По образцу Там Естественных наук Исследования Итак Мой соавтор Ольга Ванна Матьяш Она Живет В Соединенных Штатах Преподает в университете Проблемой коммуникации Она начала заниматься Еще в России И В общем-то Довольно часто Здесь бывает С лекциями Там Участвую В конференциях И так далее Информация О ней на этом слайде Я вынесла Довольно много информации Для того, чтобы Было понятно В общем-то Отличие В устройстве Моего доклада От докладов Мрачи И олейника Ну при том, что Во многом Наши доклады Сходны То есть Сходны По направленности По целям По способам Анализа Но я избавилась От необходимости Анализировать Зарубежных Авторов Используя Ну и анализировать Зарубежных авторов Теоретически Ну и соответственно Всех проблем Связанных с тем Какие схемы Мы выбираем Для анализа И так далее В какой-то мере Избавилась Поскольку Собственно говоря Этот доклад Строился Как Коммуникация Между Мной и Ольгой Где я Рассказывала ей Про наработки Юрия Петровича Дровицкого А она Рассказывала Писала Про Наработки В области Communication Studies Которыми она Сейчас активно Занимается Практикует Как Ну практикует В этой области И Там Включена В профессиональной Ассоциации Соответствующая Еще один Вопрос В общем-то Тоже Связанный С тем Чем я Отличаюсь От Докладчиков Предыдущего Колокриума Отличаюсь Темой Вадим Маркович Несколько раз Задавал Вопрос О том, что Вот, мол, сравнивается Разного рода Системное представление У нас У них А какой роли Играют Те предметные Там Дисциплинарные Тематические Схемы Которые Которые Мы Применяем Ту Или Другую Версию Системного Подхода Вот Я как раз Буду Говорить О Такого рода Тематических Схемах О схемах Связанных С проблемой Идеей И Разными Моделями Коммуникации И В некоторой степени Мой доклад Прямо Дополняет Доклад Марачи Олейника Поскольку В общем-то Где-то Начиная С 70-х Годов Практически Все системщики Так или иначе В своих Моделях Еще указывают На наличие Коммуникации Обсуждают Способ Организации Коммуникации И так далее Но у них Это Некоторая Дополнительная Опция Я буду Обсуждать То течение Где В некотором Роде Все прямо Наоборот Течение Собирается И Осознает Себя И Денисфицирует Себя Вокруг Идею Коммуникации А вот Системное Мышление Начиная Где-то С Второй Половины 60-х Годов Как минимум Выступает Как Одна Из Важных Но Все-таки Дополнительных Опций В Этих Исследованиях И разработках Почему Я их Выбрала Ну Кроме Каких-то Сугубо Ситуативных Причин Вот В частности Благодаря Марку Владимировичу Рацию Познакомилась С Ольгой Ивановной А Ну Почему Я выбрала Эту тему Помимо Вот этих Ситуативных Причин На мой взгляд Одной из Интереснейших Особенностей Работ Георгия Петровича И Московского Библиотического Кружка Является Является То Что Эти Работы С одной Стороны Ориентированы На Всякого Рода Нетривиальные Практические Проблемы А С другой Стороны В решении Этих проблем Они опираются На Философские Категории Антологические Представления То есть На то Что Где-то В девятнадцатом Веке Может быть До начала Двадцатого Века Как правило Было Прерогативой Профессиональной Философии В этом Смысле Вадим Маркович Опять-таки Реплика К вам В ответ На Какое-то Ваше Замечание По-моему По докладу Олейника Мне было бы Неинтересно Свернуть Разработки Семинара К Неким Философским Идеям Да В принципе Можно Можно Сравнивать Можно Рассматривать Схемы Семинара Как Выражение Определенных Философских Идеек Можно Точно Так же Скажем Как Определенное Движение В этом поле Философские Идеи Проблем Рассматривать Например Ту же Коммуникативистику Коммуникацион Стадис Но На мой взгляд Так теряется Важная Особенность Которая И Георгий Петрович Не указал Как важная Татсам Практичность И Важная Особенность Которую На мой взгляд Это делает Московский Меделорический Кружок Явлением Действительно Второй Половины 20 века Причем Так По самому Серьезному Счету Многое На семинаре Ведь было Переоткрыто В то время Когда Там Коммуникация С аналогичным Зарубежным Исследователем Была Недоступна Итак Меня интересуют Те направления Для сравнения В которых Есть Вот эти Два полюса С одной стороны Устремленность К решению Практических Проблем С другой стороны Устремленность К наиболее Общим Философским Идеям Вроде бы Это какое-то Новое Явление В этом смысле Я не всем Согласна С Сашей Зинченко Который Медологию Так Однозначно Относит К инженерии Вот Это Странная Парадоксальная Стяжка Но она Может быть Была На самых Самых Ранних Этапах Инженерии Когда она Еще инженерии Толком Не была А вот Инженерии 20 века Уже Стягивает Более Родственные Модели И Способы Практической Деятельности Здесь же Важна Как бы Разность Потенциалов Между Идеей И Ее Практической Реализацией Их Парадоксальность Несовместимость Для Страва Смысла И так Далее Вообще Это В то время Как В Советском Союзе Такого Рода Направлений Было Очень Мало Ну то есть Я бы Отнесла К ним Педагогику Опирающуюся На идеи Эвальда Васильевича Ильенкова Это Частично То есть На работе 91-я школа А частично Его работу В семинаре Для Слепклухнемых Детей Вот И Сюда Бы Я Отнесла Школу Деловых Культур Та же Самая Стяжка Профессиональная Философия С одной Стороны И Реализация Образования С другой И все Таки В общем-то Когда Семинар Себя Осознавал Уникальным В этом Отношении Уникальным Именно Своей Практичностью И Своей Готовностью Реализовывать В практике Например Категориальная Оппозиция Или Сложные Конструкции Такие Абстрактные Конструкции Пространства Когда Семинар Основывал Этон Смыс Свою Уникальность Я бы Ну То есть Мне кажется Что это Правильно Справедливо А вот Если Обращаться К зарубежным Работам На мой взгляд Есть Основания Утверждать Что именно Такого рода Стяжка Где-то Начиная С 60-х Может быть С 50-х Годов Стала Мейнстримом То есть С одной стороны Философы Профессиональные Философы Такие как Мишель Хуко Стремились Реализовать Свои идеи На практике Как правило Были какие-то Гуманитарные Практики С другой стороны Начинают Складываться Там В 60-е годы Какие-то Странные Поисковые Практики Ну В 60-е год Например Это практика Психотерапии Новые волны Которые Отказываются Опираться На Научные Модели И На Такие Нормальные Научные Исследования Своей области И Тоже В поисках Какой-то Рациональной Опоры Для Понимания Своих Практик Для Решения Новых Практических Задач Устремляются К Очень Общим Философским Идеям Например К Феноменологическим По сути Идеям Социально-конструкционизма Мы его знаем По книжке Бергера и Лукмана Конструирование Социальной Реальности Соответственно Вот для меня Область Поиска Communication Studies Одна из дисциплин В рамках Этой Области Вообще Говоря Я думаю Что Аналогичным Образом Можно было бы Рассматривать Рассматривать То же Самую Не знаю Как сказать Первоначальное Название Это направление Психотерапии Новой волны На нашем Эске Это скорее Должно Было Называться Антропопрактиками Ориентированными На Развитие Личности Малых Групп Но это Сложнее То есть В некотором Роде Я сейчас Еще под Фонарем С Коммуникацион Стадис У нас Больше Сходного И они Более Понятны Нам Так Теперь Уже более детально Что с чем я сравниваю Лишь с одной стороны Я могу Выделить Три этапа В развитии Представления О коммуникации У Геория Петровича Недровинского В 60-е Годы Эти обсуждения Главным образом Сфокусированы Вокруг Идеи Понимания Есть статья 60-х годов О коммуникации Понимания И это Главным образом Понимания Письменных текстов Тот эмпирический Материал На котором Это обсуждается Это в частности То, как Дети понимают Текст Айфентической Задачи В начале 70-х Геория Петрович Вводит Ту схему Коммуникации Которая Сейчас Стала У нас Канонической Представление О том Что есть Два участника Коммуникации Ну Поначалу Они Поначалу Они интерпретировались Как индивиды Там Позже Мы их стали Интерпретировать Как позиции Говоря Что на этом месте Могут стоять Например Группы Текст Передаваемый Из Одной Позиции В другую У каждой Позиции Своя Ситуация И Соответственно Выражение Этой Ситуации В тексте Соотносится С мышлением А Интерпретация Этого Текста На Свою Ситуацию У того Кто текст Получил Соотносится С пониманием В этой схеме Задавались Связка Из нескольких Процессов Мышление Коммуникация Понимание Там Можно было Достраивать Вводя Рефлексивные Уровни Вокруг Этого Я Не рисую Схему Просто Она Так много Раз Уже Рисовалась У нас В последнее Время Что Я надеюсь Что Она Более Менее У всех Перед Глазами На этой схеме Вводится Понятие Смысла И значения Обсуждается Связь Понимания С коммуникацией И Вводится Важная Для дальнейшего Идея О том Что В общем-то В силу Того Что У участников Коммуникации Разные Ситуации А значит Они заведомо Строят Разные Структуры Смысла По-разному Понимают По-разному Соотносят С ситуацией Свой Текст В силу Этого В общем-то Адекватное Точное Понимание Невозможно Вообще Ну на этой схеме Это обозначалось Такой Пунктирной Стрелочкой Показывающей Что Передача Текста Ну строго Говоря Между Этим Позициями Не Происходит И Наконец Третий Этап Это Начало Восьмидесятых Готов Это этап Когда появляется Схема Мыследеятельности И Коммуникация Помещается В пространство Мыследеятельности То есть Указывается На Необходимую Связь Коммуникации С Мыследействием С одной стороны С Чистым мышлением С другой С Большим Набором Рефлексивных И понимающих Позиций Причем Здесь При переходе К восьмидесятым Происходит Важная Перефокусировка В понимании Коммуникации Если В семьдесятые Коммуникация Рассматривается В общем-то В рамках Представления О деятельности Да Схема Рисуется Не совсем Как деятельностная Но тогда Когда Георгий Петрович Считает Рассуждать Об этом Он Постоянно Апеллирует К тому Что Коммуникация Организуется За счет Норм Коммуникация Связана Связана С ситуациями Действия Человека И Разворачивание Схемы Предполагает В общем-то Что она Помещается В деятельностный Контекст Коммуникация Рассматривается Как процесс В деятельности В начале Восьмидесяток В связи С Схемой Мыследеятельности Георгий Петрович Уже очень жестко Говорит о том Что Именно Коммуникация Является Стержнем Стержневым Ядерным Процессом Мыследеятельности И В общем-то Именно Коммуникация Порождает Деятельность С одной Стороны И Мышление С другой Стороны Ну И Понятно Что До Конца Семьдесятых Той Организационной Формой В которой Проводились Эти Исследования Была С тем Металлорических Семинаров Ну Наверное Знаете Что Эта С тем Была Довольно Таки Сложной Включая В себя Семинары Разных Уровней Там Ну Разной Степень Закрытости С разным Количеством Участников Разных Тем И так Далее Во многом Именно Организация Этой Семинаров И была Тем Плацдармом Которым Проверялись Идеи Относительно Коммуникации С одной С другой С другой С другой Оттуда Рефлексивно Извлекались Начиная С 79 Года Появляется Новая Форма Организации Этих Работ Это Оргдеятельностные Игры И Примерно К середине Восьмидесятых Собственно Говоря Основится Ведущий То есть Те Обсуждения Коммуникации Которые В это время Происходят В команде Геория Петровича Связаны Или с Подготовкой Игр Или с Их Актуальным Проведением Или же С Рефлексией Результатов Игры Что мы имеем С другой стороны С другой стороны Мы имеем В общем-то Достаточно Синхронную Историю Когда В конце Сороковых Начале Пятидесятых Начинает Активно Обсуждаться Коммуникация В англоязычной Литературе То есть Это Америка Англия Частично Германия В этом деле Участвуют Поначалу Коммуникация Рассматривается Как Передача Информации Если Зарисовать Схему Она будет Достаточно Похожа На нашу Схему Начало Семидесятых Годов Есть Тот Кто Создает Текст Есть Некоторые Материальные Носители Этого Текста У нас Это Знаковая Форма Есть Канал Передачи Шум Вот Этого У нас Нету Есть Тот Кто Этот Текст Получает Такая Линейная Модель Разворачивающаяся От Создателя Текст К Его Получателю Во многом Связанная С Кибернетическими Представлениями В общем-то Она сохраняется Вплоть до Настоящего Времени Во многом Она Созначна Жестком Системному Подходу То есть Это Примерно Тот Класс То есть Класс Проблем В которых Эта схема Может быть Использована Примерно Тот же Класс Проблем В которых Может быть Использован Жесткий Системный Подход Жесткое Системное Мышление В 50-60-е Годы Происходит Резкая Антропологизация Коммуникации Во многом Это связано С работами Грегори Бейтсона Очень Интересный Методолог И Так вот Если думать О каких-то Перспективах О том С кем бы Я еще хотела Сравнить Георгия Петровича Но мне Бейтсон Стоит На одной Из первых Позиций Безусловно Прикладной Методолог Достаточно Странная Фигура Предлагающая Всякие Завиральные Схемы Которые Потом Многим По-разному Интерпретировались В своих Областях Но В общем-то В первую Очередь Он связан С Разного Рода Психологическими Практиками То есть Грегор Бейтсон Один из Героев Эссалена Такой Странной Тусовки В которой Люди Там На себе И друг на Друге Интерпретировались Новыми Образами Жизни И С Возможностью Изменять Сознание Не только При помощи Фармакологии Но и При помощи Всякого Рода Психологических И духовных Практик Заодно Развивали Психотерапию Разбирались С тем Что Ну Строили Новые Модели Большой Психиатрии Психиатрии Психических Заболеваний И так Далее Вот Там же Тоже Один Из Лидеров Коммуникативного Направления Это Вацлавик В общем-то Действительно Это Примерно Одна Тусовка Со Сходными Ценностями Это Ценности Такого Неограниченного Развития Человека Развития И Самореализации И С Достаточно Близкими Областями Практикования Да Разного Рода Психологические И Социально-психологические Практики В 70-е Можно Выделить Следующий Следующий этап в развитии Communication Studies Во многом Он связан С Идеями Социального Конструкционизма То есть Ну это Конец 60-х Начало 70-х То есть Если Если Говорить О каких-то Базовых Онтиках То В 50-е Вот этой Базовой Онтикой Были Люди Вступающие Между собой В взаимодействии Стремящиеся К Самореализации А В 70-е В том направлении Которое Стало Мейнстримом Но При этом Не надо забыть Что все Предыдущие Продолжают Сохраняться И Там Находят Для себя Разные Области Практики И так далее В 70-е Вот такое Направление Которое Стало Мейнстримом Опирается На идею Социального Взаимодействия И Коммуникация Рассматривается Уже Не как то Что служит Развитию Человека Или же Развитие Взаимоотношения В малых Группах Коммуникация Начинает Рассматриваться Как тот Процесс Который Создает Социальные Миры То есть Вот это Главный Тезис Социального Конструкционизма Что Люди Конструируют Свой мир В ходе Взаимодействия В ходе Коммуникации Наши Представления Ну Вплоть До Самых Таких Неотрефлексированные Интуитивных Есть Результат Наших Коммуникативных Взаимодействий Которые В результате Которые Мы Определенным Образом Что-то Выделяем Из Реальности И Это Определенным Образом Осмысляем Люди Способны Взаимодействовать В той Мире В какой У них Складываются Общие Смысловые Структоры В той Мире В какой Они Могут Разделять Эти Смысл Друг Друга Собственно Конструирование Социального Мира В том И заключается Что Люди Выстраивают Те Осмысленные Для них Представления О мире Которые Дают им Возможность Общаться Взаимодействовать В общем-то Нет-нет Я не хотела Щелкать Я просто Вспомнила Еще одну вещь Которую Здесь надо Сказать Вот так Вспоминая Реплику Левенчука О Молодых И борзах Которые Всех Сносят А я думаю Что можно Сказать Что В последние Годы Наметилось Еще Один Поворот В коммуникативистике Он В общем Связан С разного Рода Сетевыми Коммуникациями То есть Идеи Конструкционизма Сохраняются Они Остаются Ну В общем-то Уже Почти Общим Местом Системное Понимание Всего Этого Сохраняется Но В то же Время Поставлен Вопрос О том Что В общем-то Сетевые Коммуникации Такое Совершенно Новое Явление С другими Языками С другой Знаковостью Совершенно Другой Представленностью Коммуницирующих Индивидов И групп В этом Деле Учитывая Что Сами Пользователи Сети Там Довольно Много Придумывали Странных Коммуникативных Форм Ну От Там Группа С аватарками Группа Анонимная Разные Формы Взаимодействия Вплоть До Криптовалюты И так Далее В общем-то Да Вдобавок К этому К этому Еще Добавляется Безусловно То Что Со скоростью Лесного Пожара Расширяется Всякого Рода Форму Онлайн И Сетевого Обучения МООКИ В первую очередь Вот Все это Вроде бы Создает Ряд Новых Проблем Для Коммуникативных Практик И для Осмысления Того Что в Коммуникациях Происходит Здесь Мелькают Какие-то Новые Модели Но То, что Я бы Повторила То, что Петр Георгиевич Уже Молодых И резвых Сказал Но они Мелькают Ну как Так Очень Призрачно То есть Скорее Это Обозначение Той области В которой Нужно что-то Новое Придумывать Чем Указание На то Что Там Уже Придумано Итак Остальные Слайды Будут Очень Быстро Я Я Решила Что Вот Это Общее Введение Для Понимания Важно Я думаю Что Разработки В области Коммуникации У Семинара Георгия Петровича И Работы Авторов Коммуникашн Стадис Объединяет То Что Они В общем-то Отвечают На Общий Вызов И Автор Автор Работающий В этой Области И Здесь Я Действительно Не буду Отличать ММК От Конструкционистов Например Авторы Работающие В этой Области Во-первых Указывают На то Что Принадлежность Людей К разным Культурам Наличие У них Разных Принципиально Разных Картин Мира Опоры На разные Категории Там Сам Апрелин В разных Категориях Могла бы Я сказать В нашем Языке Все Это Создает Серьезные Проблемы Для Совместной Деятельности Людей И Для Возможность Ну Вплоть до Возможности Кода Бытового Взаимодействия Добавили Бесторонники Communication Studies То есть Современный мир Меняется Настолько Быстро А с другой Стороны Настолько Массовым И обыденным Стал Вот этот Факт Встречи С человеком Принадлежащим К принципиально Другой Культуре И к другому Мировоззрению Что Это Ситуация Которая Наверное Была Всегда Стала В наше Время Всеобщей Да Люди Постоянно Натыкаются На эти Принципиальные Различия В Где-то В самых Основах В самой Базе Своих Представлений Ну Говоря языком Communication Studies Те люди С которыми Мы Физически Встречаемся Очень часто Живут В иных Чем Мы Социальных Мирах Мы встречаемся Физически Но мы Не можем Встретиться В одном мире Мы В разных Системах Смысла С другой С другой стороны И те и другие И Георгий Петрович И лидеры Communication Studies Считают Наличие Вот этой Сложности И разнообразие Самостоятельной Ценностью Это Условия Развития И Здесь Не знаю Там Пирс Вполне Согласился С Георгием Петровичем В чем В общем-то Понятно Что Скорее Мы Мы Всегда Скорее Осознаем Те беды Которые Нам Горозят Если Проблем Не будет Решена Пирс Пирс Один из Лидеров Конструкционистского Подхода Коммуникации Обозначает Эту угрозу Следующим Образом Что Если Нам Не Удастся Найти Такие Формы Организации Коммуникации Которые Позволяли Людям Восстанавливать Возможность Совместной Жизни И Взаимодействия То Неминуемо Новое Варварство Когда За счет Каких-то Может быть Очень Изощренных Техник А вот Эта ситуация Необходима Встреча С другим Будет Уничтожена Ну или За счет Физического Уничтожения Другого Или же За счет Того Что Все Будут Разведены По своим Резервациям Разделены Друг от друга Колючей Проволокой Ну В общем Ситуация Слишком Травматична Чтобы ее Оставлять Такой Как она Есть Ну А Георгий Петрович Наверное Те кто был На играх Помнит Не раз Говорил Когда люди Пытались Как-то Избежать Проблематизации Там Перехода К содержательным Основаниям Конфликта И так далее Что Альтернатива Содержательного Конфликта Это Брать автомат И перестрелять Тех Инакомыслящих В общем То Картинка Примерно Такая Антиутопия Примерно Та же Самая Итак Ценность Разнообразия И при этом Разрушительность Разнообразия Ценность Другого И Опасность Другого Собственно Какой-то Такой Наиболее Абстрактная Формулировка Этой Проблемы Но при этом Есть явное Различие Между Наработками Георгия Петровича И семинаром Даже в первую очередь Георгия Петровича Скажем Я сейчас Не могу Рассмотреть Генцарецкого В этом контексте Он Сильно другой Различие Между Наработками Георгия Петровича И Коммуникацион Стадис В том Что Георгий Петрович В первую очередь Обращал Здесь внимание На Разрушение Единства Научной Картины Мира И Такое Разрушение Какого-то Единства Научного Знания Которое Могло бы Быть Базой Для Практической Деятельности То есть Обращал Внимание На То Что В общем Наука Создала Несметное Множество Таких Предметных Ведер Каждый Сидит В своем Предметном Ведре Не может Включиться В решение Общей Проблемы И так Далее А в Коммуникацион Стадис В первую очередь Обращают Внимание На Всякого Рода Социальные И Межличностные Столкновения То есть В общем-то На то Что У нас Скорее Уходило Туда В область Жизнедеятельности То есть Этнические Столкновения Семейное Насилие Межличностные Конфликты Это Та Сколько Сколько Все Перебрала Хорошо Ну а Тогда Еще одна Вещь Где Хочется указать На сравнение Это то Что и та И другая Область Междисциплинарная Но при этом В общем-то Продолжая Ту же идея Различных Областях Практики Которые я сказала Георгий Петрович Увязывает В этот Междисциплинарный Узел Связанный С коммуникацией Логику Психология Мышления Педагогику Лингвистику Семьотику Ну Социологию Знания Так Под некоторым Вопросом Коммуникацией Коммуникацией В общем сходстве У них действительно Риторика Одна из Ядерных дисциплин В этом Семьоте В общем Арктической модели Пропускаю Тут Смотри Все Все Что сказал Олейник Это те же Самые Уровневые Модели И Подводя Итоги Итак Подводя Я бы сказала Что сходство Между Этих Коммуникацией Стадий С 70-х годов И Ну 60-70-х годов И Наработками Георгия Петровича В том Что не отвечает На сходный вызов Да Не успела Подробно Остановиться Но Опять таки Здесь я могу Просто прямо Заслаться на доклады Морачи И Олейника Для Направления Коммуникацией Стадий Точно так же Как для семинара Характерна Рефлексивность И Антинатурализм То есть Они Сознательно Строят Те схемы Которые Используются В практической Деятельности И Рефлексируют Свою деятельность По построению Использованию Этих схем Характерна Ориентация На Практические Проблемы Текающая Из них Дисциплинарность Ну Похоже Что Есть Два Важных Различия Одно Одно Опять-таки Подробно Обсуждала Марача И я Прямо Сошлюсь На его доклад Это Различие В Институциональных Форумах Организаций В общем-то В дополнение К тому Что Слава Сказал Я бы сказала Что Если Соотносить Если Пытаться нарисовать Communication Studies С одной С одной стороны И наработки ММК С другой С другой С другой С другой На схеме Мысли деятельности То Относительно Communication Studies Мы будем Рисовать Очень Развернутый Слою Мысли Действования С разными Типами Практик Хорошо Организованы По этому Слою Коммуникации И В общем-то Весьма Скудные И Очень Метафорические Выходы В слой Чистого мышления Хотя Ссылаются На очень Приличных Людей Виттгенштейна Куко Выбора А У Методологических Наработок Наоборот Очень Рафинированные Мыслительные Конструкции Коммуникации И Очень Искусственные Области Практики До Конца Восьмидесятых Годов Я ограничилась Вот этим То есть Про Девяностые Двухтысячные Нужно Говорить Отдельно Но Это Просто Другая История И Да Можно Предположить Различие Разных Антологий Но Это Наверное Тоже Другая История Я Прошу Спасибо Коллеги Давайте Три Вопроса Не более И Если Можно Замечания Уже Больше Трех Ничего Не получится Пожалуйста Ваш Вопрос Нет Мирально Недавно Считаете Что Польза Время Время Разнообразие И Однообразие Или Свободой Организованности Определяется Дозой Соотношений Того И Другого Нет Не считаю Я считаю Что Польза И Вред Определяются Теми Форм Организации Коммуникации И Совместной Деятельности Которые Существуют Но В частности Сложностью Этих Форм Организации Спасибо За вопрос Волков Второй Вопрос А мой Третий Будьте Любезны Верли Пока Пока Не буду Да Спасибо Вера Ты ничего Не сказала О Схематизации Как Одном Из Средства Либо Языку Специфическому Языку Коммуникации Который Был Предыдущее Сообщение Развит В нашей Традиции В МК Традиции Это потому Что Это не было Представлено Никак В Коммуникейшн Стали С которым Ты знакомилась Или Сознательно Чтобы не Усложнять Вывело Это за рамки Своего Обсуждения Там Очень Сходная Картина С той Которую Показывал Олейник То есть Схема Они рисуют Постоянно Они еще И с системщиками В коммуникации И схем у них Не меньше Чем у системщиков И Это очень Странные С нашей точки зрения Эмпирические Схемы Наши схемы Логически Выверены И Связаны Друг с другом А у них Это то Что мы на играх Называли Наскальной живописью Кстати Если хотим С ними Коммуницировать Нужно вспоминать Нашу Наскальную живопись Ну Друзья мои Ну я бы тоже здесь Мягче говорил Значит Вы себе Представляли Курс подготовки Педагогов В австралийских Школах В обязательном Порядке Введен Курс По схематизации То есть Каждый Учитель В школе Учится Схематизировать Это Обязательное Требование Без этого Не допускают К профессии Поэтому Вот Все так Мягче Мягче Значит Не надо Не читайте Газет Ты это сейчас Кому Петр Георгиевич Я всем Я же Я сказал Воспитательно Не читайте Андрей Ну там Вот штришок К этому У нас Мы начинали Там где-то В Году В 83-м В 84-м Рисовать Ленточные схемы Саша Зинченко В общем-то Был их Инициатором И на утках Мы это рисовали Пытаясь Изобразить Движение Игры В нескольких Параллельно Текущих Процессах Так вот Рисуют они Ленточные схемы Изображают Так коммуникацию Как движение По Пяти Разным Единицам Ну Дагон Но ответ Правильный На твой вопрос Вывело За рамки Рассмотрения Ну вот Да Я поэтому Это дело Ищи Сейчас я закончу Я закончу Сейчас Секунд Я руковожу Коммуникации А и вы Продолжение Я вижу вас Садитесь Продолжение Вопроса Про схематизацию Верга Венедовна В этом Коротком Экскурсе Который Вы представили Вы ничего Не сказали Также О Несодержании И типологиях И понятиях А именно О формах В которых Реализуются Все эти Разбиения На малой группе Представления Доклада На определенные Группы То что Очень часто Вот допустим Читая Акофа Можно увидеть Следы Сопоставимых Подходов И сама Эта форма Оказывается Очень коммуникативно Содержательна И вот этот Анализ Тех форм В которых Допустимы Разные типы Коммуникаций Там и здесь Но я могу Перевести В замечание Очень Обогатил Наше понимание Этого вопроса Да, Андрей Я совершенно Согласна Тема Интересная Но я Здесь Соснательно Ограничилась Сравнением Текстов К сожалению Наши сложные Формы Организации Коммуникации У нас Очень плохо Описаны Мы там Столько всего Интересного Напридумывали А так Захочешь Сравнить И в общем-то И посмотреть Спасибо Маловато Будет Люба Вера Леонидовна Мой вопрос К признанию Неизбежности Другого Вообще Этот процесс Начинался С того Что Сначала Был Вначале Призыв Чтобы Был Другой Что Плохо Человеку Одному Потом По всей Видимости Этот процесс Развивался Так Что Шло Отвержение Другого Отвержение Другого А дальше Уже И признание Что Есть Другой Фиксация Того Что Смыслы Разные Вопрос Заключается В следующем Что Не является Леонидовна Признание Другого О том Что Смысл У нас Есть Еще Одинаковый Что Это Что За Смысл И важны ли Фиксация Не только Различных Смыслов Остановитесь Задали вопрос Подождите Ответа По моему Это Скорее Не вопрос А оппозиция В форме Вопроса Мне Было Важно Очертить Вызов А вызов В том Что Смыслы Причем На очень Глубоком Уровне Разные До несовместимости А вот Дальше Начинается Вопрос Что С этим Делать Вы Настаиваете Да Опять МКС Будете Спрашивать У меня Вопрос Совсем Помягче Вера Леонидовна Я Здесь Виктор Вениаминович Вы Дали Картину Эволюции Коммуникации С другим Или С большим Количеством Участников Но В действительности В истории Было Продемонстрировано Совершенно Другое Это Человек Сильный Человек В мире Юрий Власов Он Говорил О Переживаниях Когда он Подходит К спортивному Снаряду И Весь Дрожит Там Нет Другого Нет Конфликтов С другими Или С другим Это Совершенно Иная Идея Почему В коммуникации Эта Действительность Исключена Она Не Исключена Просто В Коммуникацион Стадис Наиболее Важным Процессом И Собственно Ответом На тот Вызов Который Я Очертила Является Готовность Вникать В чужие Социальные Миры И Вместе Конструировать Некоторые Новые Социальные Смысловые Мир А Подрагивание Рассматривается Как не очень Адекватная Форма Выражения Своих Чувств Коммуникации Спасибо Еще Коллеги Есть Суждения Где-то Спасибо Большое Вадим Маркович Значит Моя Тема Георг Петрович И Мишель Фуко Сравнительный Анализ Познакомившись С работами Фуко Я понял Что его Система Взглядов Близка К Методологической У Фуко Конечно Иные Представления И понятия Чему Шедровицкого Например Дискурса Диспозитива Правил И другие Но тем не менее Я утверждаю Что если провести Соответчивый Анализ Реконструкцию Его система Довольно Родственно Методологическая Ну Я сейчас Эту реконструкцию Не буду проводить Просто Какие-то вещи Намекну Ну Например Фуко Неоднократно Подчеркивал Когда Ему Предъявляли Претензии Что он Не так провел Анализ Сексуальности Не учитывает Реальные факты Истории И так далее Он подчеркивал Что он не просто Историк А историк Мысли Что его интересует Скажем Не столько История сексуальности Сколько история Мышления Секса Фуко Не ограничивался Анализом Тех или иных Феноменов Но подвергает Критике И распредмечиванию Представлению И понятия В которых Они и мыслятся Фуко Предложил Дискурса Конституирующих Практик И социальных Отношений На мой взгляд Близко к понятиям Деятельности И мысли Деятельности Но близко Когда я говорю Близко Это значит Надо специально Вести анализ И показывать Привлекательным Была для меня И личность Фуко С одной стороны Фуко Был типичным Героем Нашего времени В том смысле Что он не избежал Многих проблем Характерных Для современного Мыслителя И интеллектуала Он был достаточно Одинок Особенно в молодости Переживал Свою нестандартную Половую ориентацию Но справился С этим Концу жизни Не имел Семьи В обычном Смысле слова Хотя много лет Фуко Жил С своим близким Другом Мучился Социальными проблемами Умер от СПИДа С другой стороны Фуко Был социально активным Человеком Инициатором Ряда известных Общественных Начинаний Инициаций Например Он был организатором Движения Антипсихотерапии Он резко Критиковал Буржуазное общество Рассматривал мышление Как одну из Главных ценностей Он в частности Писал Что личность Должна сопротивляться Институтам Если институты Подавляют Свободу Обоих мыслителей Сформировало Время Возьмем Георг Петровича Трагические события Той эпохи Войн Война Строица Социализма Посадки И так далее Мы знаем Часто способствовали Формированию Масштабной Личности Для Щедровицкого Эта закономерность Сработала С двойной силой Поскольку его семья Сама состояла Из незаурядных Личностей Например Дед по материнской Линии Много возившийся С Юрой Был удивительно Интеллигентным Как пишет Юра В воспоминаниях Я всегда был Идеалистом Удивительно Интеллигентный Русский крестьянин Который вырастил Себя До самоощущения Хозяином страны Отвечающим За все Что в ней Происходило Вот кстати Интересная позиция Для современности Братья отца Были крупными Революционерами Отец Георгий Петрович Петр Георгиевич Участвовал В гражданской войне И довольно Больших чинах К 1920-21 Году Носил уже Два ромба А в мирное время Отвечал за Проектирование Практически Всех Авиационных Заводов Нашей страны А вот Воспоминания Фуко Опыт войны Пишет он С очевидностью Показал нам Срочную Неотложную Необходимость Чего-то другого Нежели То общество В котором Жили Общество Которое Допустило Нацизм Которое Легло Перед ним Проституировало Себя С ним Да и то Что последовало После освобождения Из-за всего Этого В наших Душах Крепло Засело Желание Чего-то Совершенно Другого Не просто Другого Мира Или общества Другого Типа Но желание Быть Другим Нам Самим Быть Совершенно Другими В совершенно Другом Критический Бунтарный Дух Маркса Чувствуется И в оценке Фуко Современного Общества И в тех Его общественных Начинаниях Которыми Он известен Но для меня Пожалуй Более интересна Марсистская Установка Фуко На переделку Общества Различные Формы Рационализма Пишет он Сиждется На фундаменты Человеческой Практики И человеческой Истории И поскольку Вещи эти Были сделаны Они могут Если знать Как они были Сделаны Быть и Переделаны Еще более Определенным В этом отношении Был Георг Петрович Полемизируя Со мной Он говорил В частности И вот тут Вроде бы Многие из вас Должны Воскликнуть Да идите Вы вообще Подальше Хватит нам Тех Кто переделывает Мир Георг Петрович Продолжает Я понимаю Этот тезис С одной стороны Поскольку Действительно Очень противно Но с другой Стороны Уважаемые Коллеги Нельзя Не переделывать Мир Маркс Был прав Как бы Вы не Относились К тому Что сейчас Происходит И к тому Что было В предыдущие Десятилетия Этот принцип По переделке Милы Остается Одним из Фундаментальных Положений Европейской Культуры И вообще Философии Методологии В частности И уж Во всяком Случае Георг Петрович Я должен Говорить Искренне И откровенно Мы Исповедовали Этот принцип И полагали Что люди Должны Переделывать Мир Изменять Его И вся Наша Жизнь Проходила Как жизнь По переделке Мира Да Если вы Теперь Набрались Окаянства И ставите Своей Индивидуальной Целью И задачей Развития Или трансформацию Изменений Мышления То нам Вам нужна Искусственно Техническая Картина Мышления Чтобы иметь Возможность Менять Мышление Строить Новые Формы И создавать Новые Содержания Я здесь Сделаю Небольшое Отступление Поскольку Это юбилейное Все-таки Чтение И расскажу Об одном Сновидении Которое Мне приснилось Два дня Тому назад Два Тому назад Мне приснился Георг Петрович А у меня Поскольку Я все-таки С ним 13 лет Очень близко Был в отношениях Он мне Снится Ну Нередко Я бы сказал Вот Мне приснился Юра Буду Юра Как я его Называл Дело Происходит На Соколе В той комнате Где Обычно Семинары Происходят И Юра Очень Такой Активный Веселый И он Мне Говорит Какой Интересный Доклад Сделал Марача А кстати Это доклад Как раз По системному Который Я не так Давно Слушал Ну Я с ним Соглашаюсь Вот А потом Он Говорит А вот Ты знаешь Ты вот Через Пойдешь Скоро На Чтение Ну Слон Поймите Пойдешь На чтение Ты же помнишь Я Говорил Что вообще-то Говоря Моей задачей Еще в молодости Я к этому Пришел Является Возобновление Интеллигенции Создание Интеллигенции Причем Под интеллигенцией Я понимаю Всегда Мыслящего Интеллектуала Так вот Там же собирается Как раз Эта интеллигенция И смотри Их там же много И у каждого Еще есть Свои ученики Свои последователи Вот Это те люди Которые должны Переделать мир Я говорю Во сне Ему Говорю Юр А что Вот сегодня Они знают ситуацию Что делать Значит Юра смеется А потом Если говорить Серьезно То все В растерянности На самом деле Вот В растерянности Но они неправильно Говорят Он поняли То что я говорил Дело не в том Что переделать мир И изменить власть Я же говорил О том Что надо Перестраивать мышление Надо Менять сознание Людей Которые нас окружают А не в том Дело Что Ну А дальше он говорит Но вообще Говорит Сейчас ситуация Быстро меняется И надо быть готовым Ну Тут уже у меня Сон стал Исчезать Уходить Я не понял К чему Надо быть готовым Я только понял Что две вещи Там прозвучало Что с одной стороны Он говорил Что надо Все равно Мышление Исезотерический Образ жизни И мы Имеем опыт Такой Поэтому возможно Что такой этап Надо пройти А с другой стороны Он говорил Что надо быть Открытым к жизни Ну Тут я проснулся Я Сам Много Занимался Сновидениями Как вы понимаете Я не знаю Как к этому относиться Но уж больно Сон был натуральный Может быть Георг Петрович Нам что-то хотел сказать Возвращаясь К своему тексту Итак Отчасти Георг Петрович И Фуко Начинали одинаково А именно Оказавшись на развилке Двух путей Поставить центр Личность Или социальность Выбрали второе Светлана Табачникова В книге О Фуко Пишет Задача Построение Антропологии Конкретного человека Оборачивается У Фуко Особого рода Историческим Анализом И критикой Самих мыслительных И культурных Предпосылок В рамках Которой Только и Мог возникнуть Такой проект Критики Которой По сути дела Имеет возможность Для самой мысли Быть другой Это и есть Рождение того Что исследователи Потом назовут Машиной философствования Фуко А он сам Будет называть Критическим методом Или Критической истории Или Генеалогии Или Археологии Оказавшись Перед похожим Вызовом Или положить В основании Реальности Для индивидуальное Мышление Рассматривая его Как культурно-историческое Образование Или напротив Мыслящего Психологического Субъекта Щедровицкий Действует По-марсистски Вторую схему Пишет Что невозможно Совместить С историческим Подходом К человеку К человечеству С тезисом О социальном Происхождении Языка И мышления Практически Уже в конце Своего творческого Пути Он еще раз Декларирует Этот выбор Полемизируя Со своими Оппонентами В частности С Саготовским И говоря Что мыслит Не он А мышление В целом Фуко Фуко Делает Похожий Шаг С одной Поправкой Поясняя В 1981 году Свой выбор И подход Фуко Пишет Я попытался Выйти из Философии Субъекта Проделывая Генеалогию Современного Субъекта К которому Я подхожу Как исторической Культурной Реальности То есть Как чему-то Что может Изменяться Исходя из Этого Общего проекта Возможно Два подхода Говорит Фуко Один из способов Подступить Субъектов Вообще Состоит в том Чтобы рассмотреть Современные Теоретические Построения В этой перспективе Я пытался Проанализировать Теории Субъекта 17-18 веков Как говорящего Живущего Работающего Существа Но вопрос О субъектах Продолжает Фуко Можно рассматривать Также и более Практическим Образом Отправляясь От изучения Институтов Которые Сделали Из отдельных Субъектов Объекты Знания И подчинения То есть Через изучение Лечебниц Тюрем И так далее Я хотел изучить Формы Восприятия Которые Субъект Создает По отношению К себе Самому Ну Можно продолжать Искать сходства В подходах И представлениях Фуко И Щедровицкого Я это сделал Довольно подробно В книге Мышления И творчества И на одном Из закладов Которые я здесь Сделал На чтениях Не буду сейчас Этим заниматься Более интересны Различии Ведь все же Только Щедровицкий Сотоварищами Вышли на идеи Деятельности Создали методологию Как самостоятельное Направление Построили методологический Вариант Системного подхода Изобрели И реализовали Орд Деятельностные игры Первое отличие Я бы сказал Заключается в том Что Фуко Всю жизнь Был в первую очередь Ученым Исследователем И только во вторую Философом Или Можно сказать иначе Философом Жесткой Исследской Ориентацией Георгий Петрович Наоборот Только сначала Работал как ученый Смотри первую Программу ММК А в середине Семидесятых Годов Понял Что новое Мышление Создается Не на основе Научного изучения Мышления А выращивается На себе В рамках Философской работы Причем Не индивидуально А в коллективном Действии Коллективное мышление Это важнейшая Идея Георгия Петровича ММК С годами я все больше Склоняюсь к этой мысли Фуко же всегда был Мыслителем Одиночкой Несмотря на Многочисленные Семинары В которых он Участвовал Второе Отличие Щедровицкий Даже постоянно Критикует Традиционную Философию Всегда На мой взгляд Оставался Философом А следовательно Его интересовала Не просто Реальность А мышление В которое Эта реальность Конституируется Принадлежа К марсистской Неокантианской И фехтаанской Традиции Щедровицкий Выходит на идеи Деятельности Методологии Это был Принципиально Новый синтез Философии Отчасти Обусловленный Технологическими Представлениями Например Мне многое Прояснила фраза Сказанная Щедровицким По поводу Своего отца Опять же Из книги Я всегда был Идеалистом Мы читаем Там И при этом Пишет Георг Петрович Я понимаю Он удивительно Отец То есть Соответствовал Своему профессии Своему призванию Поскольку Его всегда Интересовала В основном Технология Как все Должно Делаться Методология Пишет Георг Петрович Значительно Позднее Как раз И возникает Потому что Мы обращаем Внимание На сами Возможности Действования И начинаем И начинаем Их Формировать Утверждается Что существует Особое Методологическое Мышление Которое Движется Не только В картинах Объектов И протекающих В них Процессов Но одновременно И во втором Пространстве Пространстве Самой Деятельности Относя С друг с Другом В этом Пространстве И устанавливая Между ними Особое Отношение Для Фукожа Более важны Были Идеи Практики Понимаемые В значительной Мере Социологически И институционально Методологическая Практика Например Семинарская Работа Леворд Деятельность Играх И практика По Фуко Это два Совершенно Разных Феномена Третье Различие Такое Фуко В значительной Мере Ученый И философ Социологической Ориентации Щедровицкий Философ Конституирующий Культивирующий Разум В варианте Методологии Теории Деятельности Отсюда И всеобщность И системно-структурная А также Аксиологической Самоорганизации Еще Кант Писал Что разуму Присуще Систематическое Единство И установка На благо И новый Синтез У Георгия Петровича Методологии Теории Деятельности Системно-структурного Подхода Из докладов Морачи Олейника Следует Что на Западе Повторили ход Который Проделал Георгий Петрович Именно ЭМК А именно Они Синтезировали Языки Системного И деятельностного Подхода Я в своих Последних Работах Стараюсь Показать Что разные Типы Наук Можно Различить В том числе По характеру Использования Языков Конструирования Идеальных Объектов А также Языков Синтеза И сборки Идеологи Естественных Наук И наук Тяготеющих К идеалу Естествознания Скажем Духи критики Чистого разума Канта Настаивают На том Что таким Языком Является Исключительно Математика Хотя Сам Кант Невольно Показал Что в Метафизике Этот язык Должен Был Дополнен Языком Схематизмов Мышления И системным Языком Но я В работе Семиотические Исследования И введение В схемологию Стараюсь Показать И думаю Здесь Иду я Вслед за Своим Учителем Что в Гуманитарных Социальных И так Называемых Нетрадиционных Науках А нетрадиционные Науки Это я обвожу Как тип Где Сляется Артикуляция Осмысление Религиозного Изотерического Опыта Вот в этих Дисциплинах Язык Конструирования Это язык Схем Если же Речь идет О комплексных Науках Которые Ориентируются Не на инженерию А на технологии В широком понимании О чем я здесь Говорил То здесь Необходимы Сразу три языка Схем Системный язык И предмет На языке Синтеза Теории Деятельности Теории Коммуникации Культурологии Другие То есть Я бы сразу Вот сегодня Обсуждал Вот эти три Языка Сразу Схем Системный язык И предмет На языке Синтеза Они очень разные В зависимости От предметных Областей Четвертое Различие Определялось Различием Жизненных путей И мировоззрений Наших героев Фуко Прошел путь Личности И заканчивал Свою жизнь Читая лекции По философии Субъективности Заявляя Что главное Делать себя Как произведение Искусств Расширять Зону впечатлений И антропологических Экспериментов В отношении Самого себя Он договорился До того Что даже Наркотики И гомосексуализм Это всего лишь Экспериментальный Поиск Зон Расширения Себя И расширения Зоны удовольствия Щедровицкий Никогда не сходил С тропы Коллективной жизни И действия И заканчивал Организуя Очередные Оргдеятельностные игры От Платона Идет традиция Построения Философии Спасения То есть Не только Осмысление Бытия Но и Уяснение Правильного пути Собственной жизни Потом По этому пути Пошли Святой Августин Киркигор Мормордашвили И другие мыслители Соответственно Такая философия Предполагает Двойную трактовку Реальности И мышления Объективную Культурно-историческую И персоналистическую Эссенциально-финологическую Фуко Строил Философию Спасения Щедровицкий Объективную Философию Деятельности В духе Традиции Аристотеля Канта Маркса Здесь возникает Сакраментальный вопрос Не предполагает Ли Адекватный Ответ На современные Вызовы Времени Синтез Традиции Философии Спасения И объективной Культурно-исторической Традиции В духе Я склоняюсь именно К этому второму Варианту И решения И вот даже Несмотря на то Что я пытался Проблематизировать Вот Первый коллоквиум Вот скажем Когда Шла речь О Стратегам Человек Который Создает стратегию То Докладчики Переходили Именно на Персоналистическую Точку зрения Они начинали Говорить О нем Как о личности Который Задает Разворачивает Определенную Реальность То же самое Если скажем Мы пытаемся Понять Последние События На Украине Их нельзя Понять Не анализируя Социальность Деятельность Института И так далее Но так же Не анализируя Личности Их Вмененности Ценности Культуру Поступки Спасибо Вадим Маркович Какие Вопросы Да Прошу Володя Еще Есть Вопросы Вадим Маркович А в каком Смысли Вы говорите О предметных Языках Синтеза Ведь Вроде бы Если Синтез Не совершен То предметного языка Пока нет А если Синтез Уже совершенный Предметный язык Есть То он уже Не выполняет Функцию Синтеза Если же Речь идет О чем-то Вроде Языкодеятельности То Тут Скорее уж Важнее Говорить Не о том Что он Теоретика Предметная О том Что он Выполняет Ну Функцию Говорить Об устройстве Объекта Фона Или Объемлющего Объекта В каком Смысли Вы говорите Не понял Ну Это довольно Интересный Вопрос И Сложный Я попытаюсь Вот ответить Дело в том Что если вы Смотрите Историю Развития Дарья Ну Там Возьмем Именно Деятельность То ведь Деятельность Это уже Понятие И антология Собранная Да На самом деле Когда мы Анализируем Как складывалось Это представление Мы видим Что там Соединялись И сводились Совершенно Разные Вещи Представление О действии Преобразовании Представление О нормах Представление О Задачах И целях Представление О продуктах То есть Сама деятельность Складывалась Как Гетерогенная Реальность Вот Фуко Когда обсуждает Понятие Диспозитив Он начинает Именно с этого Что Диспозитивом Является Некоторое Устройство Структура И так далее Принципиально Гетерогенное Неоднородное Собранное Как бы Из Антологии Совершенно Разных Предметов И вот Когда мы Берем Такие Представления Как Деятельность Или Представление О культуре Представление О коммуникации То мы Видим Что они Собраны Из Очень Разных Антологических Структур Из Разных Как бы Дисциплин И вот За счет Но они Собраны В некотором Единстве Как Некоторая Целостность И мы Потом Привыкаем Рассматривать Ее Как Ну Как Некоторое Такое Чуть ли не Органическое Образование Хотя Они Вот Имеют Такую Сложную Внутри Структуру И Именно За счет Вот Такого Устройства И органическое Представление Как бы Объект А с другой Стороны Это На самом Деле Уже Собранные Разные Представления Связаны Между собой Возникает Возможность Описывать И стягивать И конфигурируют Совершенно Разные Представления Вот Я В этом Смысле Говорю То есть Я Обращаю Внимание Что И Георг Петрочек Прекрасно Понимал Поэтому Он Сознательно Ведь Формулировал Вот Эту Установку Что Если мы Хотим Строить Системно Структурный Язык То Это Совсем Не Традиционный Разговор О системах Связях И так Далее Это Должен Быть Язык В рамках Методологического Мышления И По сути Деятельности Вот Я Просто Обращаю Ваше Внимание На это Очень Интересный Момент Потому Что Вот Если Мы Пропускаем Эти языки Предметные Синтезы То Мы Теряем Уникальность И Специфику Того Явления Которое Мы Рассматриваем Если Мы Только С Этим Имеем Дело Мы Слабы В плане Методологического Управления Потому Что Еще Нужно Действительно Выйти На Еще На Один Уровень Где Мы Работаем Как Б В чистом Мышлении Где Есть Определенные Логики И так Далее Если Вы Вспомните Вот Посмотрите Педагогику И логику Георгий Петрович Там Это Довольно Четко Ставит И обсуждает Он Говорит Вот Есть Схемы Он Обсуждал Например Схемы Представления Человек Вот Есть Схемы Мы Не Знаем Как С ними Работать Какой Логике Подчиняется Вот Он Говорит Эта Логика Должна Логика Системного Подхода Вот Надо Так Ее Развернуть Выстроена Это Логика Система Структурного Анализа Спасибо Татьяна Коллеги Только Давайте Как бы Вы задаете Такие Вопросы Что Не очень Понятно На что Вы Рассчитываете Когда Вы Их Задаете На Какой Ответ Должна Соразмерность Вопросов Ответ А Ну Я В продолжении По Моему Володиного Вопроса Вот Если Все Обсуждать Эту Идею Синтеза То В В каких Единицах Вообще Можно Было Ставить Такую Задачу Потому Что Корпус Все Таки Схем Во многом Георгия Петровича Даже В таком Антропологическом Развороте Это Позиционная Схема То С чем Работает Фуко Вводя Линию Заботы О себе Это Фактически Он Разоформляет Позиционные Схемы Мы С вами Это Обсуждали И Обсуждает Процесс Становления Позиции Вот Тогда Саму Идею Синтеза Ухватывать В каких Единицах Возможно Хороший Вопрос Я думаю Что Это Надо Обсуждать Методологически Больше Я Пока Отвечать По-другому И не могу Именно Методология Должна Помочь В решении Этого Вопроса Молков Похоже Что У меня Продолжение Тоже Самого Вопроса Или Тот Вопрос Вадим Маркович Который Задавал Вере Леонидов Вот Указывая На Общие Марксистские Корни Вот Это Передельческий Энтузиазм Обоих Мыслителей Позитивный Если Фуко Сдвигался Как Вы Сказали Если Я Вас Правильно Понял В Антропологические Эксперимент На Себе Самом То Георгий Петрович Сдвигался Очевидно В Антропологический Эксперимент На Распределенном Интерсубъективном Совершенно верно Штуковине Да А Вот Скажите Не кажется Ли вам Что Находясь В другой Плотности Коммуникаций Живя В послевоенной Европе Ну В Италии Конкретно И Совершенно Другая Ситуация Может Быть Это У нас От Коммуникативной Это догадка Может быть Смешная Георгий Петрович Собирал Коммуникативное Целое В виде Семинаров В ДИИ И так далее А у него У Фуко Не было Такой ситуации Он всегда Бок С коллегой Там По Болонскому Университету Легко Это дело Обсудить Не кажется Ли нам Что Вот Эта Кажущаяся Субъективность И Персонифицированность Мышления Фуко Это Иллюзия Потому Что Он жил В другой Плотности Времени И связанности Если я Внят Андрей Совершенно Внят Но у меня Здесь Жесткая Позиция Какое Я В своих Исследованиях Культурологических Показываю Что Начиная С античности Складывается Второй Тип Социальности То есть Что Такое Если Говорить О социальности То Всегда Есть Два Типа Социальности Одно Это Доиндивидуальные Структуры Доиндивидуальные А Другое Это Личность Живет В культуре И включена В коммуникацию Ошляет Деятельность И все Прочее Но Личность Выстраивает Самостоятельную Разворачивает Самостоятельную Форму Жизни И в этом Смысле Чтобы Понять Что происходит На мой взгляд Надо всегда Рассматривать Симбиоз Я вот Сознательно Говорю Симбиоз А когда Говорю Симбиоз Это Кстати Указание На то Что Существуют И другие Другие Способы Синтеза Синтеза Не синтеза Монистического В одной Антологии А другие Типы Синтеза Так вот Существует Симбиоз И есть Симбиоз Личности И до Индивидуальных Структур Мы Как личности Живем На культуре Культура Живет На нас Через нас Она действует И точки роста Идут через Личность У меня тут Жесткая позиция Я это готов Показывать На самых Разном Материале Спасибо Ну Тогда Суждение Не вопрос Ну Давайте Тогда Паузу Маленькую Люба Давайте Ваш вопрос И на нем Вопрос Тогда Закроем Или еще Были Какие-то Не было А потом Вы Выскажитесь Вадим Вадим Вашему Сну Когда Вы Сказали Все-таки Переделать Мир Это Менять Мышление Это Не я Сказал Георгий Петрович Сказал Вам В данном Случа Это Ваш Сон Все-таки Да Вот То есть Какой Модальности Все-таки Здесь Ну Вы Знаете Я Считаю Что Любая Социальная Деятельность Любая Социальная Деятельность Связана С Конструированием Схем И Вменением Их Человек Любая Политическая Педагогическая Театра И так Чем Люди Занимаются Создают Схемы И Меняют И В этом Смысле Меняют Сознание И Мышление Ну Мышление Это Конечно Более Сложный Еще Феномен Но Это Как Наш Социальное Бытие Социальное Бытие Состоит В непрерывном Изменении Трансформации Одних У нас Другими Что Добавила бы Утверждено Следующее Что Есть Деятельность Без Прототипов В данном Случа Здесь Изменения Есть Прототип Или Без Прототипа Ну Разные Там Бывают Случаи Надо Специально Обсуждать Пожалуйста Андрей Еще Какие Суждения Я Этот сеанс Спиритизма Не понял Сейчас Вашей Дискуссии Но С ревитализацией Георгия Петровича Прямо здесь Сейчас Но Продолжение Того Вопроса Который Я Хотел Задать Вот Ваше Такое Жесткое Настаивание На Личностном Начале Мне Как Человеку Очень Лично Приятное Тем Не Менее Вроде Меня Будет Потом Интересовать Ваше Отношение Не Обязательно Сегодня Такая Современная Иллюзия И мифология Потому Что В современной Ситуации Почти Невозможно Я Лично Не могу Найти Ни Одну Практику Которая Связанного Была Бы С Одним Человек Ни В Сфере Телесности Я имею Ввиду Допустим Современный Спорт Ни В Сфере Искусства Я Уж Не Говорю О Всяких Таких Корпоративных Государственных Общественных И Бла 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 Вроде Бы Вот Эта Интерсубъектность Многопозиционность Заданная Московским Методологическим Кружком Она Очень Эвристично И Мощна Для понимания Современных Практик Человеческих А вот Этот Античный Образ Который Мы Справедливо Здесь Привели Сосредоточенности На Уникальности Самости Субъектности Персонифицированности Он Вроде Б Уводит Нас В Другую Сторону Не Такую Мощную По Инструментарии Я так Мягко Скажу Чем То Что Обсуждал Я Поэтому Вопрос Про Коммуникацию Информирования Был в эту же точку Андрей Вот смотри С одной стороны Я Рос В кружке В семинаре И Здесь Как говорится Интерсубъективность И все прочее С другой стороны Я бы Не стал Вадимом Родзиным Если бы я Не общался Лично С Георгом Петровичем Вот это была Индивидуальная практика Моя Которую я пронес Через всю жизнь По сути дела Это личностная Моя Я общался С Георгом Петровичем И он мне Показывал Как работать Как мыслить Как строить доклад Пять лет Все мои работы Читал Это был я И он Никто больше Но Есть маленькое Отличие От сегодняшней ситуации Ты их писал Работы Пять лет Да А что Ну нет Ну просто сейчас Это не принято А Есть еще суждения Коллеги Спасибо Вадим Маркович Значит Давайте мы будем Суждения Да Вы что-то будете Или Как бы все Ну давайте Коротенько Да Мне очень понравилось То что Вернулись К воспоминаниям Георгий Петрович И в этой связи Вспоминается Как говорил Щедровицкий А Щедровицкий Говорил так Я Демонстрирую Свой метод И в зависимости От того как люди Относились К нему Они делились На тех Кто голосует Ногами На тех Кто Пытался Освоить Этот мир Вот Хорошо Спасибо Но единственное Я бы напомнил Одно из любимых Байк Георгия Петровича Он всегда Значит В подобных Историях Он рассказывал Байку Про то Как Луначарский Читал лекции В институте Красной профессуры Вот И значит Читая лекция Молодой набор Значит Это Из регионов Какие-то люди Которые Вот Начали Значит Там учиться И он Значит Говорит Вот Ленин Говорил Модом опять Вот Ленин Говорил И тут встает Значит Сзади Такой молодой Начинающий Значит Большевик И говорит Ну как же так Анатолий Васильевич Ведь Вот я прочитал Всего Ленина От корки до корки И он Нигде этого Не говорил Он говорит Вам не говорил А мне говорил Поэтому Знаете Георгий Петрович Разным людям Говорил разное Потому что Он при этом Смотрел им в глаза И он говорил То что Нужно было Сказать В этот Конкретный Момент Этому Конкретному Человеку Поэтому Если мы С вами Начнем Обмениваться Историями Кому Что он Говорил То может Так сказать Очень странный Получится Значит Общий Собирательный Образ Итак Коллеги Уже Несколько лет Мы Перешли В режим Подготовки Чтений В течение Всего года Который Проходит Между Чтениями Это происходит Благодаря Активности Нескольких Ключевых Участников И тому Что нам Организационно Удалось Восстановить Формат Постоянно Действующего Семинара Я не могу Сказать Что принцип Сначала Доклад На семинаре А потом Уже Доклад На чтениях Выдерживается Сто процентно И это Конечно Недоработочка Но Он В целом И в общем Помогает Нам Более Конструктивно Подготовиться К Вот той Дискуссии Которая Идет 23 февраля В течение Всего дня Так сказать В формате Большого Собрания Заинтересованных Участников Но Все равно Интенсивность Этой работы И Глубина Проработки Тех или иных Тем За счет Работы И Так сказать Узкой фокусировки Которую проделывают Отдельные участники Далеко Недостаточно Потому что Вот Смотрите Да У меня есть Возможность Как режиссеру Вначале Поставить Так сказать Первый Кейс В котором Намечается Ну Самая Простейшая Связь Между Там Системными Представлениями Частично Представлениями Об управлении Конкретными Управленческими Проектами И рефлексией Их Чтобы потом На этот Кейс Сверху Надстроить Рефлексивную Конструкцию Которую дает Марача С опорой На Значит Наших Английских Коллег И Затем Над этим Надстроить Еще один Более Сложный Сюжет Связанный С сопоставлением Уже Ну Технологии Работы Технологии Мышления Чекланда И Щедровицкого Который Удалось Проделать Владимир Олейник И Конечно же Вот тут Выскакивает Как Чертик Из Табайкерки Злобный Левенчуг И говорит Вот 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 С этого Уже Тепло Тепло Да Помните Как Двое Родителей С девочкой Значит Проходят Таможню Ну И таможню Просит Открыть Чемодан Открывает Он так Начинает Щупать И тут Девочка Говорит Теплее 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 Вот Вот Значит Левенчуг Выполняет Функцию Этой Девочки Но Конечно Мы Мы Ну Не Вытягиваем Следующий Уровень Потому Что По идее Нужно Было Вот Здесь Вводить Как Бо Этот Верхний Этаж Размещать В нижележащем Этаже Не только Чекланда Но и Несколько Других Системных Методологий И Фактически Прорываться К тому Что Мрача Назвал Системным Подходом Три Ну Или Хотя Бо Ставить Какую-то Совокупность Значимых Вопросов К последующей Работе Да Но Тут Тям У нас Не хватает Да Мы Так Значит Дотянулись Посмотрели Туда И Сорвались Но Ведь Вы должны Понимать Что Подготовка Вот К тому Что Вы Видели Проходило Несколько Лет И Когда Я Сказал О том Что Отправил Славу В командировку К англичанам Потому Что Было Понятно Что С одной Стран Надо Искать Где-то Там В системном Движении В системном Подходе Каких-то Собрать По разуму Это Была Гипотеза А С другой Стороны Англия Она Ближе Чем Америка И Вроде Нашлись Какие-то Первичные Контакты Во многом Это вопрос Случайности Параллельно Мы ведем Большую Работу По системной Инженерии Несколько лет Параллельно Мы ведем Работу По Использованию Системных Категорий Там Скажем Управлений Жизненным Циклом Сложных Технических Систем Эти люди Не были Здесь Представлены Хотя Они Сидят В зале Но Обратите Внимание В общем-то Им тоже Нечего Особо Сказать И Вот При всем Том Что вроде Большая Группа Людей Навалилась И попыталась В этой Одной Теме Добиться Хоть какого-то Уровня Детализации И Скажем Так Глубины Глубины Дискуссии Ну В общем Ну так Скажем На троечку Вторая Гипотеза Заключалась В том Она Так сказать Свежая Ей годик Может быть Может быть Полтора Что Можно Искать По другой Линии В области Коммуникативных Технологий Наук О коммуникации Философских Представлений О коммуникации И так далее Ну На Нобелевскую Премию Конечно Эта гипотеза Не тянет Вроде бы Очевидно Но Даже Для того Чтобы найти Репрезентативную Зону Сопоставления Мы Вынуждены Прибегать К услугам Внешних Для нас Людей И участников Потому что Внутри Самого Сообщества Мы Не знаем Что Происходит Вокруг Поэтому Поэтому Я так Как бы Может быть Грубовато Пошучу Но Обратите Внимание Что В общем У нас Такая же Катастрофа Как и Во многих Других Областях Не мы Писали Это Они Сами Придумали Но Обратите Внимание Но это Значит Что Вот В эту Нозологическую Единичку Попали Какие-то Работы 60-х Годов А Все остальное Просто Отсутствует В поле Сопоставлений В поле Актуальной Коммуникации И в поле Нашей Собственной Активной Работы По поиску Партнеров Для взаимодействия И Подобного Сопоставительного Анализа Я думаю Никто из вас Не сомневается Что Можно было бы Попробовать Вторую Тему Проработать Не менее Детально Чем вопрос С системным Подходом А может быть И более детально Потому что Там куча Тем Я уже не говорю О том Что Вера Значит Как у нее Иногда бывает Значит Она Пыталась Полуторичасовой Доклад Вместить В 30 минут А Я Обращаю Ваше Внимание На То Что мы Сегодня К такому Серьезному Разговору Готовы Очень слабо И если Сообщество Не перестанет Приходить На чтение Как на концерт В котором В общем Уже уставшие Одни и те же Исполнители Пытаются Играть Не только На тех инструментах На которых Они умеют Но и на тех На которых Они не очень умеют Вот Если Это не прекратится То Коллеги Я эту всю Лавочку Закрою Мы будем Проводить Чтение В составе 20 участников Ну Которые Собственно И работают И в общем Вы нам Нахрен Не нужны Я надеюсь Что за Там Последние Несколько Десятков Лет Вы Ну Многие Из вас Понимают Что я В общем Слов на ветер Не бросаю Поэтому Либо Большое Число Людей Переходит В течение Года В активную Позицию Подготовки Докладов На следующее Чтение И у нас Появляется Портфель И на следующее Чтение И может быть Задел еще На 2-3 шага Вперед Либо Я Кардинально Поменяю Всю структуру Этого мероприятия А вы будете Ну Желающие Значит Приобщиться К СМД Методологии Вспомнить Георгия Петровича Поесть наш ужин Вот Вы будете Выпивать 23 февраля У себя дома Или там Перед вебинаром Там вот у нас Значит Чат И там Значит Они обсуждают Я не знаю что Думаю Что не Не чтение А что Другое Запрет Запрет На Значит Трусы С Значит С чем Кружевные Кружевные Да Вот Кружевные Трусы Поэтому Коллеги Все Информационные Ресурсы Находятся В ваших Руках Никакой Проблем Установить С фондом Коммуникацию Сделать Заявку Заранее К ней Готовиться У нас У нас У нас У нас Есть Такая Группа Участников Которая Заявку Делает За год А потом Начинает Готовиться В последние Два дня И еще Умудряются Мне писать На почту Бахтурин Где-то Бегает Если не ушел Значит Последние Два дня Он мне говорит Только что Меня исключили Из состава Ну я Тогда не буду Думать Думать надо Не потому что Я включил Или исключил А просто По принципу Второй Момент Безусловно Я буду Говорить О себе Но думаю Что Многих Из вас Узнают Себя В этом Персонаже У меня Довольно Большой Опыт Участия В разного Рода Международных Историях Как Прикладных Так И Исследовательских И проектных И я вам Хочу сказать Что безусловно Я очень Благодарен Георгия Петрович Я благодарен Ему за то Что Та совокупность Представлений Которые я Получил В ходе Обучения В ММК Позволяет Мне Понять Практически Любую ситуацию Более того Я могу Выхватив Там Несколько Ключевых Моментов Этой Ситуации Начать Обсуждать С Контрагентами Их Проблематик Что Обычно Сильно Поражает Этих Контрагентов Они не могут Понять Кто я Такой И откуда Я знаю Про то Что они Обсуждают А я это знаю Благодаря тому Что схемы Георгия Петровича Позволяют Так сказать Вычленить Самое главное Выхватить Его из этого Контекста С этой точки Зрения Ему Как-то Удалось Построить Машину Времени Для Советского Союза Причем В том числе В тех Областях Которых У Советского Союза Не было Конкурентно Способных Практик Ну вот В атомной Энергетике Были А там В общем В социальных Технологиях Или еще В чем-то Они были Может быть По каким-то Своим Разрешающим Способностям Они были Не менее Эффективны Но например Для них Не было Особого Языка И пространства Где это Можно было Рефлексивно Абсурдать Но коллеги У любой Машины Времени Все равно Есть Свой Собственный Моральный Цикл Жизни И поэтому Нам было Легко Понимать Что-то В начале 90-х Сложнее Но В общем Ну Так сказать Ничего Так Все равно Прорывались В начале 2000-х Уже Гораздо Сложнее А где-то Ну Тяжело В начале 2010-х Ну и Как вы Понимаете Мы уже Находимся В 2014-м Году Пройдет Еще 5-6 лет Мы окажемся В начале 2020-х И я вам Гарантирую Что Она Перестанет Работать Ну просто Потому что Ну слушайте И так Она Извините Меня Работает 70 лет Ну или Там 60 лет Не бывает Таких Ну Интеллектуальных Машин Которые Заглядывают Столь далеко За горизонт Я Кстати Согласен Зинченко Отдельный Разговор Что Име Что мы Имеем Ввиду Подмышлением Но Действительно Разговор В 61-м Году О технологиях Мышления Был Прорывом И Концептуальным И В силу Того Что к этому Подверстывался Определенный Так сказать Алфавет Мыслительных Операций Да Определенные Представления О мышлении И деятельности Он Ну Действительно Был Программным Программной Заявкой Чрезвычайно Интересного Масштаба Но Сегодня Интеллектуальные Конвейеры Создаются В реальности В проектных Институтах В исследовательских Структурах Глобальных В логистических Схемах Управлений Они просто Создаются И масса Этой Практики Такова Что она Рано или поздно Переплюнет И обгонит Все теоретические Представления Невозможно Соревноваться С миллиардом Человек Которые Каждый день Технологизируют Мышление В понимании Технологии Мышления На основе Идей Шестьдесят Первого Главное Чтобы они Не сильно Напрыгались Чтобы пукнуть Могут Поэтому А я Фиксирую Здесь Ну Некий Ну Некий Предел Которому Мы подходим Сам По себе Исследовательский Интерес Георгия Петровича Это вопрос Ну Так сказать Десяти Пятнадцати Человек Как же Так же Как издательская Редакторская Деятельность А И Наконец Третий Момент У Той Группы Людей Которые В большей Степени Работают Со мной Лично Есть Своя Отдельная Программа Она Включает В себя Игры По технологиям Мышления Методологические Школы По аналогичной Тематике Эта Программа Заявлена И в общем На несколько лет Вперед Более Менее Понятно Что мы Хотим Делать Но Внутри Решения Этой Задачи Для Достижения Продуктивности Нужно Создавать Систему Разделения Труда То есть Нужно Выстраивать Конвейер По Производству Одной Или Нескольких Технологий Мышления Конвейер То есть Там Должна Быть Специализация Кооперация И Организация И Пошутил Как вы Есть несколько Человек С которыми Я лично Начинал Свою Учебную Ну и Потом Рабочую Жизнь Но Как бы Они Самоопределились Так что Вот пока Я веду Чтение Они туда Не ходят Не ходят И С этим Ничего Не Поделаешь Это Нужно Принять Как Некий Социальный Факт А Но Из этого Из этого Вытекает В общем Ну Некая Развилка Я Все три пункта По одно и то же В чем Это Развилка Она Предельно Простая Либо Учтение Как Института Сложится Своя Собственная Кооперация Не совпадающая С тем Процессом О котором Я говорю Вот Это Своя Подготовка Своя Система Разделения Труда Да Они Но Не будут Они будут Чтение Создавать Эта Машинка Будет Создавать Чтение Но Она Будет Более Широкой Чем Чтение Можно Еще Жестче Сказать Он Мне В общем Не Нужен Там Вчера Когда Мы Отмечали Вечер Памяти Георгия Петровича Ко мне Подошло Там Тридцать Человек Все Меня Приобняли Каждый Спросил Слушай Ну Мы Не Можем Поним Ну И Чего Ты Тащишь 20 Нет Уже Тащишь Но Раньше Я Говорил Это Сыновий Долг Сейчас Уже Отговорка Не Проходит Наверное Мне Надо Начать Говорить Что Это Я Для Внучки Делаю Она Вчера Первый Раз Выступала Ну Не Надо Она Сама Сказала Но Я Могу Сказать Теперь Я Для Нее Это Должны Ну Войти Условно В мое Положение Если Это Все Существует Только В меру Того Что Я Это Пихаю Толкаю Собираю Значит Заставляю Плачу За это Да Вот Хорошо Андрей Георгиевич Значит Последние Два Раза Делит Со мной Стоимость Чтений То Я Безусловно Ну Как Я Теряю Эту Мотивацию И Наконец Последний Момент Он Уже Не Связан Непосредственно С Тематикой Двадцатых Чтений И Даже Перспективой Этого Института Я Еще Раз Хочу Напомнить Вам Про Проект Который Ведет Фонд Проект Издания Серии Философии России Двадцатого Века Значит Мы На сегодняшний День Издали Тридцать Семь Книг И Собираемся Издать Больше Шестидесяти Посвященные Русским Философам Двадцатого Века Это книги О них Это книги Которые Четко Описывают Их Творческую Биографию Дают Библиографию И так далее И так далее И Я Вот Некоторые Из них Лежат Там На этих Полках И я Считаю Что в общем Ну Знаете Вот так Хотелось Бы Чтобы Присутствующие Здесь Поддерживали Этот проект Потому что Это Проект Направлен На возвращение В Россию Интеллектуалов Двадцатого Века Как Тех Которых Большевики Выгнали Так И Тех Которые Остались И были Расстреляны Так И Тех Которые Работали Во второй Половине Века Но В эпоху Может быть Менее Кровожадную Но Не менее Антиинтеллектуальную И Если Вы Не будете Помогать Их Возвращать Вот Вы То Тогда Никто Не будет Тогда Этот Проект Но В некотором Смысле Обречен На Непродуктивность Потому что Для того Чтобы Они Начинали Возвращаться Эти Томат Должны Стать Калитками К Мышлению К Их Лаборатория Мышления Которые Они Осуществляли В течение 20 века И Я Все Время Говорю Одну Простую Вещь Вот Точно Так же Как Инженерия Считается По Количеству Человека Дней Инженерной Работы Ну Направленной На создание Какого-то Инженерного Продукта Программного Обеспечения Или Инженерного Продукта Вот Она Так Считается Сколько Человека Дней Потрачено Вот Так же Мышление Может Считаться В Человека Днях Или В Человека Годах Потраченных На создание Этого Продукта Эти люди Работали Для вас Ну Для вас Для ваших Учащихся В Институтах Они Размышляли Над теми Проблемами Которые Стоят Перед Нами Сегодня Они Писали Об этом Проблемах На вершине Доступного Им Мышления Вы Хотите Все Это Повторить Вы Хотите Проделать Всю Ту Работу Которую Проделали Эти Сто Ну Имен Да В Течение Двадцатого Века Среди Вас Много Или Иных Флоренских Библеров Щедровицких Задумайтесь Над этим Потому Что Если Мы Не Втянем Этот Опыт В Нашу Сегодняшнюю Ситуацию Нам Хана По Крайней Мере В Культурно Интеллектуальном Смысл Ну А За Этим Как Известно Обычно Следуют И Технологические Последствия Всего Доброго Продолжение следует...